Привет и добро пожаловать на лекцию. В этой лекции мы рассмотрим переменные Vansible. Что такое переменные? Как и в любом другом языке программирования, переменные используются для хранения значений, которые будут разные для различных элементов или наборов элементов. Давай предположим, что мы пытаемся выполнить одну и ту же операцию по применению исправлений к сотням серверов. Нам нужен только один плейбук для всех этих 100 серверов. Разными в этом случае будут только значения переменных, в которых будут храниться информация о различных именах хостов, именах пользователей или паролях, и это будет уникально для каждого сервера. Мы уже работали с переменными, когда знакомились с Inventory файлами ранее в этом курсе. Если ты помнишь, в файле Inventory, который выглядит так, Ansible Host, Ansible Connection, Ansible Assess Path, это примеры переменных. Мы можем определить в Inventory столько переменных, сколько нам требуется. Мы также можем определить переменные внутри плейбука. Это плейбук, который мы создали ранее, чтобы добавить запись DNS, файл, etc. resolve.comp. Чтобы добавить переменную, мы просто запишем директиву vars, за которой последуют наши переменные в формате пары ключ-значения. В этом случае DNS-сервер, за которым следует IP-адрес DNS-сервера. Мы также можем определить переменные в отдельном файле, предназначенном для переменных. Об этом мы поговорим еще немножко позже, в разделе про include и rows. Теперь мы определили переменные, но как их использовать? В предыдущем плейбуке мы определили переменную DNS-сервер, но нигде ее не использовали. В каком месте и как это можно использовать? В строке, где мы определили IP-адрес сервера имен, мы можем заменить жестко запрограммированное значение с ссылкой на значение из переменной. Чтобы использовать переменную, просто введи имя переменной, заключенное в двойные фигурные скобки, как здесь. Когда мы запустим плейбук, Ansible заменит эту конструкцию на значение соответствующей переменной. Давай посмотрим на другой пример. Это более длинный плейбук, который используется для установки нескольких конфигураций Бренмауэра, в которых закоркожен ряд значений. Если кто-то другой захочет повторно использовать этот плейбук, ему придется внести в него правки перед использованием, чтобы заменить значения на свои. Итак, если какие-то значения плейбук варьируются, можно переместить их в инвентаре файл и ссылаться на них из плейбука с помощью двойных фигурных скобок. Так мы добьемся того, что плейбук будет оставаться неизменным, а мы будем управлять изменениями всего через один файл. А есть еще лучший способ сделать это – переместить переменные в специальный файл переменных. Теперь у каждого производственного участка будет свое место. Переменные, связанные с обслуживанием плейбука, лежат в инвентаре, а переменные, связанные с тем, что именно делает плейбук, лежат в отдельном файле, в этом случае variables.web.eml. После того, как этот файл ставил файлом переменных для хоста, все значения, определенные в нем, будут доступны для использования в плейбуке, когда этот плейбук запустится для этого хоста. Подключить файл к плейбуку можно директивой worth files, как ты видишь на экране. Таким образом, теперь это гораздо лучше организовано. Помни, что этот формат, который мы используем для переменных в плейбуке, называется Jinja2 Templating. Более подробно про переменные и Jinja2 темплантирование мы поговорим в продвинутом курсе Plensible, который является логическим продолжением данного курса. Так что приглашаю тебя на него, если тебя интересует эта тема. И наконец, при использовании переменных с шаблонами Jinja2 не забудь заключить их в кавычки, если ты начинаешь присваивание с переменной. Однако, если переменная уже находится внутри какого-то параметра, то этого не требуется. Но я бы не советовал этим пренебрегать. Лучше выработать в себе привычку всегда расставлять кавычки. Давай перейдем к упражнениям, чтобы позаниматься с переменными в упражнениях по кодированию на практике.